Весенний призыв стартовал в Калпашевском районе. Он продлится по 15 июля. 285 жителей муниципалитета призывного возраста получили повестки. По 5 апреля на базе военкомата работала медицинская комиссия. Это будет первая призывная кампания, которая пройдёт по новым правилам. Ранее предельный возраст составлял 27 лет, но с 2024 года его повысили, рассказал колпашевский военный комиссар Николай Хайрулин. Также с 18 лет, но до 30 лет. Также у нас такие же граждане есть. Возраст 28-29 лет. Они также оповещены о прибытии военный комиссариат. Пройдут медкомиссию. Ну и дальше уже будут по результатам медицинской комиссии, призовутся или нет. У нас немного в Калпашевском районе таких ребят. У нас получилось в районе 6 человек. Повестки призывникам направляются заказным письмом через почту России. Актуальные адреса граждан устанавливаются при взаимодействии с управлением Федеральной миграционной службы. Часть потенциальных новобранцев самостоятельно обратились в военкомат, подчеркнул Николай Хайрулин. С теми ребятами, которые заранее к нам пришли, которые целенаправленно уже хотят пойти служить в весеннюю призывную кампанию. То есть мы с ними уже обговорили, предварительно сделали, написали анкеты, то есть подготовили их уже для службы. У некоторых ребят бывает пожелание. Именно на конкретную должность пойти служить. Ну и тем, что у нас есть КСПК, который выпускает специалистов поваров-кондитеров. То есть ребята к нам подходят, мы заранее с ними обговариваем. То есть при наличии диплома в образовании повар-кондитеров мы их рассматриваем на должности поваров. То есть они направляются в учебные части, там еще дополнительно получают себе еще образование повар и уже идут служить войска поварами. Из Колпашевского района призывники отправляются служить в Центральный военный округ, Восточный, Западный военный округа, а также Московский и Ленинградский и войска Национальной гвардии. Новобранцы весеннего призыва не будут проходить службу в новых регионах России и участвовать в СВО, отметил военный комиссар. Срок службы остался неизменным – один год. Согласно закону, некоторые граждане могут получить отсрочку от армии. Ребята, которые получают образование, то есть на момент обучения получают отсрочку, у которых есть двое и более детей, также получают отсрочку. При наличии родителей-инвалидов, которым нужно уходить, там тоже все рассматривается. Но альтернативная гражданская служба, там ребята, когда изъявляют желание пойти на альтернативную гражданскую службу, мы тоже это рассматриваем. Подробнее условия от срочки описаны в 53-м федеральном законе о воинской обязанности и военной службе. Они остались неизменными, а вот суммы штрафов за неисполнение обязанностей по воинскому учету увеличились. Неявка военкомат без уважительной причины обойдется гражданину в сумму до 30 тысяч рублей. Если не сообщить военкомат о выезде за границу на срок более шести месяцев, штраф составит до 15 тысяч. Как отметил Калпашевский военком, на территории нашего муниципалитета нарушений зафиксировано не было. Специалисты комиссариата проводят большую подготовительную к призывной компании работу. Прибываем в учебные заведения, разговариваем с ребятами. Они знают нас, знают, что они обязаны сделать, как они должны пойти служить. Ну и потому, что они сами понимают, что работодатель в будущем нужен юноша-мужчина, который уже отслужил в армии. Готовность призывника к службе определяет медицинская комиссия, в которую входит терапевт, акулист, отоларинголог, стоматолог, невролог, хирург и психиатр. После прохождения медосмотра призывнику присваивается категория годности. Категория А – годен, категория Б – годен с незначительными ограничениями, категория В – негоден или категория Г, которая требует обследования. В Калпашевском районе в весеннюю кампанию призовут на срочную службу 50 человек. Первые отправки запланированы в мае. Сначала ребята отправляются на военно-врачебную комиссию в Предтеченск, а затем отбывают в сборный пункт призывников. Несколько человек из нашего муниципалитета прошли специальную подготовку и получили специальности водителя категории С. Семь ребят подготовлены по ВОЗ 837 – это водители категории С. Отучились у нас семь ребят в Зарянской автомобильной школе ДСА в России. Получили все права с категории С. Ну и дополнительные ребята еще получили себе права категории В. Добавим, по итогам весенней и осенней призывных кампаний в прошлом году служить в армию из Калпашевского района отправились более 110 человек.